Дорогие наши, мы с прекрасным местом, находимся в прекрасное время и прекрасные люди на ваших четыре экрана вот так сзади за нами. Это свыжитель благословенный, которого вы уже знаете и с которым действительно у Господа для нас есть очень много дел. Так много дел еще надлежит сделать. И знаю, что вы будете благословенны, дорогие наши зрители, партнеры, сотрудники, соработники, сослужители импакта. Почему? Потому что Бог что-то особое делает в Днепропетровске. Ну, это город президентов. Ну, а почему это Днепропетровск? Откуда? А, название? Да, конечно. Ну, во-первых, река от Непра. Река это всегда как символ Духа Святой. Там, где есть река, там есть жизнь. Там, где нет реки, там нет жизни. Наш город имеет эту привилегию от многих городов Украины и вообще в мире, что здесь протекает река. Река, которая дальше-дальше течет и передает свою силу в новые-новые города. Ну, был такой парень не очень хороший. Петров. Петровский. Да, это Сарак Ленина. Но я получил откровение, что это город не Петровского, это город Апостола Петра. Дорогие друзья, это наше откровение. Поэтому мы из города Петра Апостола, солнечной Калифорнии, городу Сакраменто и через это всем-всем нашим дорогим, любимым соотечественникам, живущим по ту сторону Атлантического океана. Пламенный привет! Пламенный. Давайте встали на свои ноги. Пламенный, украинский, петровский, апостольский. Привет! Любим вас, благословляем. Мы одна семья, мы один Божий народ. И мы увидим славу Господа и в Америке, и на Украине. Аминь! Спасибо. Спасибо. Завтра у нас с вами начинается рабочий день, рабочая неделя. Окончится сегодня праздник. Наверное, фанфары, иллюминации потухнут. Звуки прекрасных песен, поклонения, когда нас сегодня вводили, они потухнут, они чуть убавятся. И начнется ежедневно, повседневная наша рабочая неделя. И вот жизнь-то наша, оно по большому счету не заключается из праздников. Ну, мне бы хотелось этого. Вам бы хотелось этого. Я бы более желал каждый день ежедневно, ежеминутные секунды пребывать в празднике. Чем затем, то есть, пребывать в празднике, это на вершине горы. То есть, ты всегда на высоте. Всегда, халлелуя. Всегда, praise the Lord. Ну, это, слава Богу, в переводе на русский язык. То есть, хотелось бы всегда быть на высоте. Хотелось бы всегда быть на фаворе, там, где Христос рядом. Ну, Христос здесь рядом. Очень много Бога находится в доме молитвы. Так много Его находится. Он и спереди, он и сзади. Псалмопевец говорит, и сзади, и спереди ты объемнишь меня. Повернись, например, ты поворачиваешься влево, чувствуешь что-то в помазании, кто-то танцует, кто-то прыгает, кто-то рукоплещет. Ты смотришь на него, и ты думаешь, о, человек ненормальный Христо ради. Безумец Христо ради, как здорово. Смотришь спереди, здесь служители тоже восклицают. Смотришь на сцене, ну, здесь что-то из ряда, вон, выходящее. Помазание прибывает от передних рядов до задних рядов. Звучит слово, благодать. Откровения просто рекой сыпятся, льются. Везде Бог. В этом зале везде Бог. Так здорово, Бога видеть везде. Если бы Бог открыл нам глаза, действительно, на секунду, на мгновение, мы бы увидели, как много Бога вокруг нас. Он есть везде. Он есть во мне. Он есть в тебе. Он есть в тебе. От передних рядов до задних рядов. Он есть везде. Знаете, силой слова своего он содержит все. Да если бы Бог на мгновение убрал того, кем он есть, и что он делает во вселенной. Знаете, что рассыпался, этот подиум бы рассыпался. Молекулы бы не удержали этого, этого не микрофона, а этого монитора. Знаете, свет бы потух, потому что там какие-то процессы происходят, которые Бог держит своим, законы этого всякого, держит Бог словом у своих. Если бы Бог на мгновение забрал, не было бы ни твоей семьи, не было бы ни твоего ребенка, не было бы ничего. Эта камера бы не крутилась, этот кран бы не вертелся. Если бы Бог на мгновение забрал того, что он делает и кем он есть. Все содержащий в руке своей, словом своим сохраняющий, оберегающий, объемлюющий, созидающий. Так много Бога вокруг меня, так много Бога во мне. А если еще я крещен Духом Святым, это дабл поршень. Это вообще, это благодать на благодать. Мало того, что слово в руке, слово в устах, откровение в сердце, в духе, да еще Дух Святой, о неужели царь вселенной, простор небес твоих так мал, что в хижине моей телесной ты храм воздвигнуть пожелал. Дух Святой во мне, как много Бога я имею. Ох, как много Бога я имею. Хм, я вам обещал в начале, порядка 10 минут назад, что я чуть-чуть опущу вас на землю. А, да-да, здесь много Бога, здесь действительно, что ни слова, как молотком гвоздь забивается. Что ни слова, так мурашки по телу бегут. Вот это да, вот эта атмосфера наполнена. А если бы еще чуть-чуть больше Бог открыл нам глаза, мы бы увидели небожителей, ангелов, святых, серафимом, наверное, несколько, херувимом, которые являются ангелоначальники, они бы тоже, я имею одного, ты одного, ты одного. И здесь не знаю, сколько сотен людей, каждый по ангелу. Вы представляете, если бы духовные глаза в нас открылись. Так это вообще, да, но завтра понедельник. А что же завтра? Ага. И вот завтра начинается реальное. Самое реальное – это завтра. Сегодня это праздник. Эти остановки, где мы хлопаем друг другу по плечу еженедельно, раз, например, в воскресенье, да, раз в неделю хлопаем, обнимаем. Нас говорят, how are you doing, brother? Как дела? Как твои дела? Хорошо. Как дела? У нас самое популярное в Америке – это how are you? Вы знали это или нет? О, знаете. Вау. How are you? И оно превратилось настолько в это дежурное – how are you? Я встречаю своих американских друзей, которые идут навстречу, даже не останавливаясь, how are you? И он прошел дальше. Когда я попал в Америку, это потрясающее интересное – это чудо Божье. Я не знал, я не знал ни одного слова. В 90-м году я не знал ни одного слова по-английски. Ну, 20 с чем-то лет спустя, в смирении, понимая, что все кредиты Богу отдаю, я час могу с микрофоном по-английски проповедовать. 20 лет спустя. Но 20 лет назад я не знал ни одного слова по-английски. И вот американец меня встречает и говорит, how are you? Я что думал, что если как дела, я должен рассказать о своих проблемах. Я должен рассказать, что у меня денег совершенно нету. Я должен рассказать, что мне не на чем ездить, что у меня автомобиля нету. Я должен рассказать, что из-за незнания, из скудости во владении английским языком, я чувствую себя как инвалид. И вначале я пробовал жестикулировать и рассказывать. А потом вижу в глаза этого американца, да ему 100 лет, 100 лет до меня нет дела. Да его не интересуют мои дела. Это дежурное, пластмассовое, ничего не значащее, how are you? Как дела? То есть, единственное, кто не спрашивает how are you, это Бог. Бог никогда не спрашивает, как дела. Он говорит, я знаю твои дела. Ему не надо спрашивать, кто ты есть. И что ты делаешь? Он лучше это знает, чем знаешь ты или я. Он лучше знает, что ты будешь завтра делать утром, чем то, что ты имел на завтрак сегодня утром. Он лучше знает. Он Бог. И поэтому в начале моей, знаете, такой journey, такого путешествия в свободную страну Америки, это было, в начале это вот такие дежурные хаварью меня встречали. Дежурные улыбки, которые, ну, не ставят тебя в завет. Дежурные улыбки, они никогда не поставят тебя в завет друг с другом. Для того, чтобы ты стал в завете с церковью, в завете с пастырем, в завете с тем, что названо. Телом Иисуса Христа нужно что-то другое. Ты идешь дальше, ты идешь в отношениях глубже, ты копаешь более глубоко в своих отношениях. Эти отношения испытаны, эти отношения отфильтрованы, профильтрованы. Эти отношения, они шлифованы, если хотите, но ты в завете. И поэтому я хочу чуть-чуть опустить вас с праздничного настроения на то, что называется наше повседневное будни. Я вижу, что ваши сердца открыты. Это так здорово. И к открытым вашим сердцам, откройте, пожалуйста, Библии. Стена города имеет 12 оснований, на них имена 12 апостолов Агнца. Сегодня я буду говорить о буднях. Я буду говорить о том, что называется верность. Мы верны друг другу в воскресенье. Это так здорово. Когда мы готовимся к большим юбилеям, этим юбилеем может быть праздник церкви. Этим юбилеем может быть какое-то величайшее событие. Что-то знаменательное, что-то особое. Мы готовимся, мы верны. Мы верны друг другу. Когда идет особенно воззвание. Пастор делает воззвание. Для того, чтобы праздник состоялся, совершился, усовершился. Для того, чтобы все были радостны. Для того, чтобы народ был напитан, накормлен. Благословен в воскресный день. Мне нужно одно, мне кто-то нужен. Один, второй, третий. Одна команда должна работать. Вторая команда, третья. Все должно работать слаженно. Все должно работать дисциплинированно, организованно. В унисон. То есть, как одно целое. Не разделенное, но объединенное. В этих ситуациях мы бываем верны. Я восхищен был, когда мы видим порядок. Когда мы заходили в этот прекрасный пастор. Это не грешно будет сказать, что это уже начало храма. Это храм уже. А четыре стены это еще не храм. Храм это вы. Вы храм. Повернитесь к соседу и скажите, он обо мне. Это он обо мне. Совершенно верно. Вы являетесь храмом. Вы этот храм. Бог ценит вами. Бог ценит вами. А потом, если Бог еще даст вам не если, а когда. Потому что если это по теории относительности или по теории вероятности. Но когда этого времени? То есть, это промежуток времени. Когда Бог даст вам храм, тогда мало того, что вы являетесь храмом. А потом еще даст Бог видимый храм. Там, где будет невидимый храм находиться. Только это вообще тогда. Аллилуйя! Но завтра начинается понедельник. Завтра начинается, послезавтра вторник начинается. И во свете этого слова, в течение оставшихся мне отведенных минут и времени, я бы хотел побеседовать с вами на самую простую тему. Мы не полезем глубоко в то, что названо домостроительство, глубин, тайн, царство небесное. Нет, 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 нет. Я бы хотел по-простому побеседовать с вами, просто сочтите это, как будто я сел около вас, ну, не здесь, скажем, за вашим повседневным обеденным столом, в вашей квартире, в вашем доме, в вашем таунхаузе или в апартменте, или где вы проживаете. В вашей деревне, в вашем городе, в пригороде сел и так просто побеседовал с вами. На предмет, насколько мы остаемся верны Богу церкви, верны Богу всем принципам, заложенным в этой святой, такой, казалось бы, старой, казалось бы, у некоторых из вас вижу потрепанных в Библиях, такой, казалось бы, истине, настолько далекой, ну, две тысячи лет назад, там, кто-то где-то когда-то говорил, но она настолько проверена, она настолько испытана, и из-за того, что она испытана и проверена, ей можно доверять. И Бог о вас и обо мне сказал, что Он производит в наших сердцах такие невидимые, невидимые для человеческого и физического глаза незамечаемые, но реальные операции в наших сердцах. Он в авторозаконе, особенно, там, в Старом Завете, ибо я Бог, взвешивающий сердца. Это то, что Он делает. Затем Он говорит, ибо я Бог, проникающий в ваше сердце, Словом Моим. А в третьем месте Он говорит, ибо я Бог, испытывающий, испытывающий ваши сердца. То есть, Он взвешивает, Он проникает, и Он испытывает. Что идет одно за другим, в какой последовательности, не столь важно. Важно, что Он совершает эти операции через святое, живое Слово. Поэтому, говоря о буднях, как проявляется наша верность Его Слову, Его принципам, когда никто нас не видит, когда не наблюдает за нами пастырское око, лидера, служителя, может быть, руководителя ячейки не наблюдает. Это, говоря, в плоскости служения церкви. Как мы остаемся верны мужья, когда женское око за нами не наблюдает. Как мы верны остаемся, когда мы где-то вне, то ли по бизнес-делам, сделкам, то ли еще где-то. А насколько дети вы остаетесь верны и послушны тому учению, тому воспитанию, образу мышления, стилю жизни, который вы получаете, как наставление от ваших родителей, когда никто вас не видит, насколько вы верны. В учебных заведениях, в школах. Да, здесь все аллилуйя, здесь все святые. Сразу бери и посади на облаках или на небесах. Куда? Смотря кто где сидит. Некоторые хотят на небесах, но еще пока на облаках мы сидим. Хотя уже посажены на небесах. Насколько дети мы верны? Насколько дети? Вот насколько мы верны? Насколько мы верны тому обету, который мы давали? Насколько? Это очень важно. Насколько верны? Я глубоко верю и исповедую то, что говорю, что для церкви последних дней наступило время и настало уже перейти из разряда потребительского мышления благословения к себе. Благословение, Господи, побольше, 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 Господи, побольше, Господи, мне дай побольше. Нормально ли это? Вполне нормально, это естественно, это в нашей природе человеческой. Господи, мне побольше, побольше, давай мне побольше, то есть такое потребительское, у нас это есть. Господи, то есть, а если нам еще есть возможность запустить руку пятерню в его карман, в Божий карман, вот, это вообще здорово. Если в его карман еще пятерню запустить, а в его кармане, ох, как много. Ну, конечно, смотри. Тем более, во своем обетовании он говорит, все мое твое. То есть, все мое твое. Да его карман наполненный, переполненный. Ну, он дает. Некоторые из христиан, особенно после перестрелочного, нет, нет, перестроечного периода, перешли в церковь, пришли в церковь, потому что Бог дает. Вот, ну, назовем это гуманитарные верующие. А покажите друг на друга, соседи, скажите, он не обо мне. А ну-ка дружно, это он не обо мне. Никаким образом, нет. На меня сегодня смотрят сотни пар глаз, омыты крови Иисуса. Фанатики ради Иисуса. Вы пришли, потому что Иисус Христос простил ваши грехи. Кто-то пришел в изобилии, сверхизобилии, вы пришли к Богу. Кто-то, как мы сегодня слышали, пришли в поражении, в уничижении, в падении, в разбитом состоянии, как осколки разбитого кувшина. Но вы пришли к Богу. И поэтому вы верите Богу, вы служите Богу, вы следуете за Богом. Не потому что Он дает, потому что вы любите Его. Он прежде возлюбил вас. И не могу иначе. Вот почему вы служите, любите Господа. Аллилуйя. Действительно. Стена же города имеет 12 оснований, а на них имена 12 апостолов Аганца. Я вижу огромный вопросительный знак на ваших лицах. Особенно на пастырском лице я увижу. Никакой связи с эпилогом с понедельника. Никакой связи. Никакой связи. Куда же он клонит? Куда он народ ведет? Иоанн нечто увидел в небесном Иерусалиме. И он решил это передать для церкви последних дней. Послушайте меня. Небесный Иерусалим, куда мы стремимся. Он созыжден незнатностью, непопулярностью, неименитостью и немасштабностью. Он созыжден верностью строящих. Стена города имеет 12 оснований. Иоанн много в Откровении пишет относительно этого прекрасного города. Стен, в какой пропорции, высота, ширина, длина и прочее. Что является собой небесный Иерусалим. Прочитайте это, как домашнее задание на понедельник и на вторник вам. Но он заметил, и Дух Святой показал ему, что весь Иерусалим зыждется на основаниях. Что же это за основания? Это основания 12 апостолов. Второе домашнее задание вам в среду. Возьмите и выучите имена всех 12 апостолов. Ну, это как чуть-чуть ликбеза. Нормально? Чуть-чуть ликбеза. Послушайте. Господь, ну ты говоришь о Петре. Ну так здорово сегодня пастор говорил о Петре. Так здорово. Слушай, Петр. Апостол, мы сегодня цитировали неоднократно, апостола Павла. Апостол Павел. То это величина, это фигура. В духовном мире, в церковном мире, в небесном мире. То есть это фигура. Апостол Петр. Да Иоанн чего стоит? Да смотрите, откровение Иоанна Богослова. Ну это? Ну какой-то Андрей. Стоп, стоп. Господи, Ты хочешь сказать, что Андрей является основанием того, что названо такое величественное, такое прекрасное, неподдаваемое объяснению нашим человеческим, русским, английским лексиконом тому, что названо небесной, прекрасной, изящной, вечной. Иерусалим. Ты хочешь сказать, что об Андрее, о чем мы, о ком мы, о нем мы ничего не знаем. Ты хочешь сказать, что он в основании Иерусалима? Ты назвал его имя? Андрея? Господи, какая-то ошибка произошла? Но нет. Ошибки никакой не произошло. Все, что мы знаем об Андрее, это такой маленький ликбез. То, что я говорю, это знакомо учащимся в воскресной школе. Андрей, все, что мы знаем об Андрее, несколько мест писания говорящих, что же грандиозное совершил Андрей? Да ничего не совершил первозванный Андрей на первый взгляд. Но когда мы глубже копнем, мы увидим, что когда Христу надо было накормить пять тысяч людей, написано, между собой начали ученики говорить, что у нас хлеба не достает. Накормить толпу. Да если бы мы все деньги, говорит, собрали вместе, и то не хватило бы. Отпусти народ. Христос говорит, я не могу отпустить народ неевший. И написано, что Андрей находит мальчика. Андрей увидел этого, ну, назову его мальчугана. Какого-то, как мы говорим, несмышленыша. Он находит, и написано, Андрей приводит этого мальчика куда? К Христу. А у этого мальчика оказалось, имея в руке, в сумке, оказалось, что? Пять хлебов и две рыбки. И затем, используя этого мальчика, посредством Андрея, Господь накормил большую толпу. Все, что было у Андрея, это желание послужить. И он настолько был верным этому призванию, что Бог оценил его по достоинству и поставил его фундаментом небесного Иерусалима. Послушайте меня. Для Господа не столь важно и не столь весомо, насколько ты популярен. Имена многих из вас я не знаю. Мое имя многие из вас не знают, и это не столь важно. важно, что Бог знает вас. Можно иметь один талант, можно иметь маленькую способность, но этого будет вполне достаточно, чтобы это служило огромным благословением для окружающих людей. Послушайте меня вторую истину. То, что вы имеете, то, что вы получили от Бога, маленькое, большое ли, значительное, незначительное, масштабное, менее масштабное, рандиозное или никем незамечаемое, но то, что вы получаете в этой церкви, то, что ты получил, когда ты принял Иисуса Христа Господом и Спасителем, то, что вы получили, когда сила Духа Святого коснулась тебя, то, что вы получили, когда вы начали дышать полной грудью, когда багаж, рюкзак с булыжниками, то, что названо грехом, он просто был сброшен с твоих плеч. то, что ты получил в момент покаяния, когда ты пал у ног Иисуса, когда ты подошел к тому, что названо Голгофа, крест Голгофы, ты пал там и сказал, Господи, капитулирую, Господи, сдаюсь, прииметь таким, как есть, с моими недостатками, с моими преимуществами, с моими, может быть, достоинствами, может быть, с моими грехами, с моим, полностью, с моим негативом, приимей меня. Дальше не могу. И то, что ты получил в тот момент, этого вполне достаточно, чтобы это служило огромным благословением для тех, которые этого не знают. Я хочу, чтобы это прописная истина, чтобы она стала достоянием и стилем каждой клеточки моего организма. Я очень много имею в Боге. Послушайте, я всегда подчеркиваю, добавляю, я акцентирую, что я очень много имею в Боге и того, что я имею. Даже с учетом моей слабости. Послушайте, бабушки и дедушки, с учетом вашей старости, с учетом ваших лет прожитых, может, неумением, с учетом отсутствия умения так здорово излагать свои мысли, красноречиво. Но то, что вы получили в церкви Иисуса Христа, этого достаточно, категорически, вполне достаточно, чтобы это маленькое для людей критикуемо, порицаемо, игнорируемо, скептически, может быть, реагируемо, но этого достаточно, чтобы это чуть-чуть было огромным благословением. Да мир не имеет того, что я имею. Да не имеет он того, что я имею. Да не имеет он того, что я имею. Где мои камеры? Да не имеешь ты того, что я имею. Да со всем твоим богатством, со всем твоим образованием, со всем твоим знанием, не умоляя, все это вместе взято, имей семь пядей во лбу, но если Бога не имеешь, ничего не имеешь. Когда меня в Москве в 89-м году в конце отобрали советское гражданство и отправили меня на самолетом в Рим, на самолете в Рим одного, в Америке тогда было русских 350-400 человек всего. На сегодняшний момент 10 миллионов, 23 года спустя. Тогда было 350-400 человек. Но я в Москве получил слово, находясь в молитве, целую неделю провел в семье друга моего Сергея Васильевича Ореховского, некоторые знают его, некоторые нет, целую неделю. И на последний был день в неделе, и мы в мытищах, он жил на девятом этаже, это у нас было чаепитие в мытищах с ним. Обычно, если я там попадал, у нас беседы были длительные. И вот на седьмой день моего пребывания я должен был возвращаться на Украину, где я проживал, и мы сидели и беседовали. И в шесть часов утра я получил слово в молитве и беседе с ним, что я должен все бросать и уезжать в Америку. Делать длинную историю. Короче, я возвращаюсь на Западную Украину, где мы проживали одно время перед Америкой. И я говорю папе и маме, я уезжаю в Америку. Большие глаза мамы, а у папы еще больше. Серьезно. В Америку? В какую Америку? Каким образом? Как, сынок? Да ты что? А я учился в библейской школе тогда, в баптистской, в Москве. И оканчивал третий курс как раз. Мама говорит, сынок, кто ж тебя там ждет? А английский? Я говорю, мам, не английского, никто меня ничего не ждет. И денег нет. Но Бог отправляет меня в Америку. Я знал, что 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 я знал. Что это слово от Господа. Мы сегодня слушали, есть написанное слово Божье, как откровение. Первоначально, незыблемо, вечное. А есть то откровение, которое мы получаем, как результат и следствие наших личных отношений по вертикали с Богом. И это была прекрасная проповедь, призыва к тому, что мы должны чуть больше в наших отношениях с Богом копать и искать, и жаждать. По вертикали. Но я знал, что я знал, что я знал, что я знал. Делает длинную историю, короче. Забирают мой паспорт, забирают мое гражданство на самолет и в Рим. И вот перед тем, как попасть в Америку, в Риме, нужны деньги были. Ну, надо деньги. Ну, извините меня, чуть-чуть одеться, костюм. А мне дали всего забрать с собой 20 долларов. 20 долларов и чемодан. Один. Один чемодан. Скажите, один. Чемодан. И вот нужны деньги. И этот человек, который стоит сегодня перед вами, потрясая этим микрофоном. Вот импакт здесь написано, наше служение. И вот в центре Рима, на перекрестке, я начал, дабы зарабатывать деньги, я начал мыть стекла. Загорается красный светофор и поток машин останавливается на красном светофоре. И вот в течение этих 40 секунд мне надо схватить то, что моет стекло с рукояткой. И мне надо промыть 5 или 6 машин водой. Водители не хотят. Они ругаются. Они кричат. Но итальянцы, они, ну, культурно воспитаны. И он бросает мелочь. Он там 1 цент бросит. Или 2 цента. И вот я оббегал, и я зарабатывал, я зарабатывал с 6, я начинал вечером. И до 9 вечера мне надо было заработать. И вот однажды, неделю спустя, я возроптал. Возроптал. И я очередной раз сел в автобус. Опять приезжаю в центр Рима. Опять достаю свои инструменты, чтобы мыть. Кто-то ругается, кто-то плюется. Но мне деньги нужны. И где-то в подсознании глубоко держало меня Рэмо. Слово держало, что Бог отправляет меня в Америку. Для большого служения. И я возроптал. И думаю однажды, Господи, какое большое служение. Да я бомж. Я бомжом стал в центре Рима. Я за эти гроши, я мою им. Мыть-то не надо. Погода прекрасная. Чистые стекла. Но мне несколько центов надо было. И я тру. И я тру это лобовое стекло. Знаю, или я получу, или плюнет на меня. Извините. И когда я возроптал, я однажды услышал голос. Юрий, ты должен так тереть это лобовое стекло, как будто за рулем этого автомобиля я нахожусь. Это было слово. После этого, знаете, я так тер эти стекла до дыр почти. И я так радостно. И я улыбаюсь. Я им машу. Я понял, что это было слово, которое укрепило меня, поддержало меня. Потому что я чуть не сломался. И вот я в Америке. А это вообще интересная история. В аэропорту ни слова, никого не знаю. Встречают меня какие-то американцы с какой-то службы. Все, что они знали, написать мое имя. Юрий. Где-то им кто-то там написал. И вот я подхожу к этим людям. Они моего языка не знают, а я ихнего. Это действительно. Это был ужас в квадрате. Это не просто ужас. Это ужас в квадрате. И вот посадили меня в машину и куда-то везут. И из-за того, что самолет опоздал из Рима в Сиатле, это штат Вашингтон, в 2 часа ночи привезли меня в какой-то лес. Привезли в лес. За руку меня взяли, опустили в подвал и показали на кровать. Говорит, я понял, что здесь мне надо ночевать. Голодный, как волк. А вы держите. Стена города имеет 12 оснований, а на них именно 12 апостолов-агнцев. Небесный Иерусалим, он созыжден не знатностью, не популярностью, не именитостью, не масштабностью, но верностью строящихся. Некоторые из вас получили Рима, слово от Господа. И знаете что? Это слово, оно подвергаемо даже сегодня, даже вчера, на прошлой неделе. Три дня назад, слово, которое Бог дал тебе относительно твоего служения, относительно твоего призвания, относительно тех ведений, тех проектов, тех целей, которые Бог дал тебе, оно бомбардируемо, оно бомбардируемо неверием, дьяволом. Оно со всех сторон бомбардируемо. У тебя не получится, у тебя не получится, у тебя не получится, дом не построится, храм не воздвигнется. Дьявол бомбардирует, но это не о нас. Это не о нас. Но некоторые получили вот это призвание. Призвание получили. Вы знаете, что Бог сказал твою судьбу. Бог сказал твою семью. Бог сказал твоему ребенку. Бог лично тебе сказал. Бог сказал, может, твоему служителю. Бог сказал пастырю. Вы знаете, что это Бог сказал? И вот что вы думаете. Положили меня, ушли наверх спать. И я думаю, куда я попал? Во-первых, два часа меня с аэропорта везли. Во-вторых, привезли в какой-то лес. И в подвал опустили. Я думаю, я встал. Слышу, заснули там наверху американцы. Я встал и подошел к окну. И у них с подвала такая дверь, которая выходила на обратную сторону дома, на лужайку. И я подошел к этой двери, стеклянная дверь. Я думаю, я выгляну, там темнота сплошная. Я выгляну, думаю, посмотрю, куда ж меня привезли. И я только к этому стеклу. А оттуда на меня вот такой волкодав на это окно. Как прыгнет! И я меня отбросил от этого окна, как электрическим шоком, как кипятком опарило. Я меня отбросил и думаю, все, попал. Все, попал. Мало того, что еще и собаку поставили, такой здоровый. Потом это оказалось милейшей души, как Зимба. Точно как Зимба. Оказалось, вот этот волкодав милейшей души, чуть ли не сказал человек. Милейшей души. Такой барь он был. Потом, три недели спустя, он бросался мне лапами своими. И вот так мы стояли в обнимку с этим... Не помню, как его зовут. И вот я лег на кровать, и слезы идут. Слезы идут. Господи, что я наделал? Господи, куда я попал? Утром будят меня американцы. И слышу, опускаются сверху вниз, и что-то мне говорят. Я ничего не понимаю. Снова поднялись, снова опустились. Что-то улыбнулись. Что-то мне сказали, думаю, что они улыбаются? Да мне, мне тошнит. Я не знаю, куда я попал. Я не знаю, что я натворил. И они поняли, что я ничего не понимаю. И меня брали за руку, подвозили к столу. И показывали, что там бутерброд. Это была моя эмигрантская жизнь в начале. Я помню, как неделю спустя я лежал в этом подвале, плакал. В буквальном, прямом смысле этого слова, моя подушка, она была орошена слезами. Господи, что я наделал? Извне нападения, изнутри страхи, что я наделал? Я попал к народу, которого, обычаям не знаю, культуры не знаю, они все улыбаются, надо мной смеются. Я их не понимаю. That's it. Ни денег, ничего нет. Ни знания, ничего. И где-то в глубине моего сердца, где-то в подсознании я понимал, Бог отправил меня в Америку с целью. Это держало меня. Это двигало мной. Это слово. Я понимал, что если Бог взял меня на прицел, Он обязательно исполни то, что Он запланировал. Послушайте меня, многие из вас, а я благословляю, прими как пророческое слово, каждый из вас на прицеле, не у человека. Я не о Калашникове говорю, я не говорю о Макарове. Вы на прицеле у Бога. И если Бог взял тебя на прицел, Он завершит то, что Он запланировал с тобой сделать. Прими как пророческое слово. Ваши дети на прицеле, молодежь на прицеле у него, твой муж на прицеле у него, твоя жена на прицеле, твои родители, которые не знают, они на прицеле, они на прицеле. Не сдавайся, продолжай. Продолжай, продолжай. Я знаю, некоторым плачется, некоторым болится, некоторым колется из вас. Но продолжай. Почему? Бог на твоей стороне. Если Бог на твоей стороне, ты можешь сделать и строить грандиозные планы во славу Его великого имени. Почему? Бог на твоей стороне. Падут под тебя тысячи десятки, тысяча деснует тебя, но к тебе не приблизится. Ибо ангелам своим заповедуют, а тебе понесут тебя на руках своих, да не приткнешься, а камень ногою своею. Затем нужны были деньги, и попал я на фабрику, там где трут столы, шлифуют столы. Большие столы для больших компаний, корпораций, таких как Майкрософт, Боинг. Это там в Сиатле, в нашем городе. Там где в центре находятся эти, калибр, ну, строение там этого всякого. И я тру столы. Сильная жара. Я в маске нахожусь. Сильные прожектора, как эти. Кстати, тогда Бог готовил меня, кстати, к телевидению. Прожектора, потому что надо было... Столы очень дорогие. Столы по 10-15 тысяч долларов. И этот стол должен быть настолько отшлифован, настолько отполирован, что он стоит этих денег. До 15 тысяч долларов. И дым столбом стоит. С меня все льется, и я тру столы. Это был, знаешь, как упас-то? Это был уже 91-й год. Да. 91-й год. И я помню, опять возроптал. Я переступил на второй этап уже. То есть, это был второй этап. Второй уровень того, что я понял, Господи, что же я делаю? Ты сказал, что я должен, что ты дашь большое служение. И что это служение будет влиять на поколение и на континенты. Да какие континенты? Я тру этот стол. Глаз не видно. То есть, я не могу видеть, потому что заливают пот, заливают глаза. И я в 5 часов утра подъем, потому что в 5.30 я должен быть на работе. И я тру эти столы. И я снова возроптал. Стена города имеет 12 оснований. И на них имена 12 апостолов Агнца. И вот однажды в этом ропоте я снова услышал тот же самый голос. Знаете, в моей практической жизни у каждого из вас есть определенный опыт практического служения. В моей практической, в моем практическом служении всегда, когда когда ты уже готов ну, чуть ли не сдаться, вот, чуть ли не не пошатнуться, как-то ты ослабеешь как-то, как-то ты уже, уже все, уже ты на этих коленях, ты на коленях как-то, ты говоришь, Господи, я тогда выстоял, Господи, ну тогда, но сейчас это уже все. Господи, то я мог перенести, и это мог перенести, и тогда я мог с мужем перенести, и со своим сыном, со своей дочерью, это уже не, 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 это уже сверх моих сил, это сверх моих сил. Я мог простить это, я это мог простить, я, я, ну, ну, но это уже не, 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 и в эти моменты всегда появляется эта невидимая, но реальная рука. Невидимая, для людей незамечаема, но она настолько реальная, десница, которая поддерживает тебя, которая укрепляет. этот голос, он говорит, слушай, Юрий, 10 лет назад ты был в этом состоянии, я же провел тебя тогда, провел, ну, а 2 года назад, то тебе еще хуже было? Точно, мне было хуже. Но если я тебя 10 лет назад провел, сохранил, сберег, сохранил от падения, 2 года назад, неужели ты думаешь, что я тебя подведу? Юрий, останься верный мне до конца, и ты увидишь результаты. И вот я в таком состоянии тру этот стол и слышу снова голос Духа Святого, тот же самый голос, который говорил мне в центре Рима, когда я тер этих фиати и этих всевозможных ати, тот же самый голос Духа Святого. Юрий, ты трешь эти столы, три этот стол так, как будто завтра за этим столом я буду вечерю преподавать своим 12 апостолам. Вы знаете, это как заряд, это как динамит взорвал меня. И я начал тереть эти столы, после этого подбегали ко мне менеджера, достаточно, переступай к следующему. Я говорю, отойдите от меня, потому что завтра за этим столом будет царь царей, Господь господствующих, царь царей, Господь господствующих. Не трогайте меня. Когда ты что-то делаешь, не делай, как для человека. Бог дал тебе слово, Бог дал тебе рема, Бог дал тебе семью, Бог дал тебе призвание, Бог дал тебе служение, Бог дал тебе, да церковь Бог дал тебе, останься верной, до конца останься верным. 20 лет спустя Господь дает нам миллионы для того, чтобы содержать эти спутники. Это слово, которое держало, я знаю, что оно будет держать меня до конца, и никакое оружие сделано, оно не устоит. Всякий язык. Я верю, что настало время и наступило уже, когда церковь должна перейти из потребительского состояния благословения, как снегоуборочная машина к себе, к себя, к себе, к себе, к состоянию влияния на окружающие. Из состояния, мне, 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 к состоянию влияния. Ты призван влиять. Ты призван влиять. Ты призвана влиять. Церковь призвана влиять. Вот почему Бог дал нам служение, которое называется влияние, удар, impact. Это в переводе на русский язык. Вот что, эффект. Не умоляй того, кем-то есть в Боге сегодня, но останется верным Богу до конца. Я не буду говорить, есть разные сферы, в которых мы должны сохранить верность. Я знаю, что мужья вы любите и цените, когда жены вам верны. Или верны. Когда дети вам верны. Точно так, как жены и наоборот, супруги. Представляете себе, если вы верны, и я вместе с вам, если мы верны Богу, насколько он также это ценит. Он очень ценит. Он очень ценит. Он назван, квалификация его, характеристика его, его атрибутика. Я Бог верный. А какой Бог, так и и Божий. Знаете, вот эти принципы верности он ценит, он взвешивает. Глядя на тебя, глядя на меня, он взвешивает. И он вознаграждает на основании твоей и моей верности. Итак, завтра начинаются будни. Как насчет твоей верности в прилежности в молитве повседневной? Ну, можно говорить в масштабах вечности, но я снова опускаюсь на землю. Как насчет твоих? Мы сегодня слышим насчет верности в десятинах, в приношениях, пожертвованиях. Бог ценит, и Бог вознаграждает за такого рода верность. Как относительно этого? Верность. Что требуется от домостроителей? Верности. Требуется. Требуется. Да мне бы хотелось, знаете как, мне бы хотелось так, служение Богу это так, гуляй, моя душа. Сегодня служу, завтра не служу. Гуляй, моя душа. Да нет же. Слишком много направлено против тебя в духовном мире. Слишком много. Вы думаете, если я вас обнадежил и так здорово сказал, что вы на прицеле, вы на прицеле у Господа. Но есть еще второй прицел. И он ходит, как крыкающий лев, так и бродит, так и ходит. Но я держу лицо, как кремень. Почему? И не останусь в стыде, потому что Бог на моей стороне. Останься верный. Останься верный. Через не могу, через не хочу. Останься верный. Продержаться некоторым еще одну ночь и неделю простоять, может быть. Может еще одна неделя. Может еще одна попытка. Может еще одна долина. Останься верный Богу до конца. Может еще один поворот. А за этим поворотом благословение. Благословение. Когда мы запускали первый спутник, вы думаете, что американцы намели Билл Гейтс? Отвалил там миллион. У нас 60 тысяч надо было на первый спутник. И я вас в хорошем смысле ошарашу. Вы думаете, деньги откуда пришли? Из России. 60 тысяч долларов. Конечно. Да Бог будет давать тебе из тех источников, из тех водоемов, от которых ты не ожидал. Да я ожидал, что там какой-нибудь Билл Гейтс или Стив Джобс какой-нибудь отвалит, там чек выпишет. Небесный Иерусалим, он созидается, он созыжден. Знаете, не популярными, не знатными, не именитыми, не масштабными, но верными. Верными. Это то, что Бог ценит во мне, это то, что Бог ценит в тебе.